Предлагается новая модель, согласно которой изменится роль Верховного Суда, основным предназначением которого станет разъяснение и обеспечение единообразия судебной практики. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и касационные суды. С начала года в Казахстане утонуло 45 человек. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Шенгас Аринов на заседании правительства. По словам министра, ежегодно на воде погибают сотни людей. Основная доля приходится на летний период. С начала года утонуло 45 человек, с 1 июня уже 27, из них 20 – дети. В местах купания увеличены спасательные посты, усиленная разъяснительная работа среди населения. Для обеспечения безопасности населения на водоемах функционируют 42 спасательных поста МЧС. Все факты гибели на воде произошли на опасных участках. Во-первых, взрослые оставляют детей без присмотра. Во-вторых, в алкогольном опьянении и другие факторы. Премьер-министр поручил акиматам регионов усилить профактические меры по обеспечению безопасности на воде, в том числе увеличив количество проводимых патрулирований. Помимо крупных водоемов, опасность представляют орыки и оросительные каналы, акцентировал внимание глава правительства Улжас Бектенов. Случаи гибели детей регистрируются преимущественно в южных регионах Казахстана, Алматинской, Жамбылской, Казалардинской и Туркестанской областях. Премьер-министр поручил акиматам решить проблему благоустройства инженерных сооружений путем установки ограждений. Кроме того, важно проверить безопасность городских фонтанов. Год от года не уменьшается число погибших на воде. Это порядка 200-300 человек, из них 100 – дети. Это же ужасная картина. Сколько людей мы теряем в мирное время. К сожалению, показатель не снижается и в этом году. Лето только началось, на водоемах увеличивается факт гибели на воде, особенно детей.